Все огонёчки, которые вы... И обычно, когда я хочу какую-то сумму, я представляю, на что я её потрачу. И потом уже её прогнозирую. Но я трачу, естественно, не как большинство моей аудитории, поэтому я представила, что я, например, какой-нибудь колбас и хочу быстрее вырасти в деньгах. И сейчас я буду думать, условно, какие мне нужны условия для жизни, которые мне дадут ресурс, управляемый постоянно на эти деньги зарабатывать. И вам, наверное, кажется, боже мой, это же почти полляма в месяц. Это очень много. На самом деле, это всего полляма в месяц. Проведу прямой эфир, вернусь и распишу, как всё это заработать. Я часто вижу вот такое вот мышление, и это неправильный тип мышления. Для того, чтобы заработать эти 50-100 тысяч рублей, нужно декомпозировать сумму больше. Всегда прописывайте, расписывайте суммы больше. Проходила. Второй раз яблоко дала. Проходила. И вы, наверное, скажете, окей, Сона. 200 тысяч из 484 есть. Как заработают остальные 284? Рассказывала. Кроме личной работы, важно в форме, которая подходит вашей целевой аудитории, иметь другой продукт. Чаще всего это какой-то более массовый продукт, например, группа, менторство и так далее, с более низким чеком. Давайте разбираться, что можно ещё продать. Мысль, от которой у меня в своё время отвалилась жопа, я хочу её передать вам. Любая мечта, неважно, насколько она большая, это всего лишь определённое количество. По плану на этом моменте мне нужно было торжественно представить вам суперкрутой сайт. Но у нас случилось чёпе. Первый дизайнер заболел и не сделал сайт. Второй дизайнер взял предоплату и просто нас кинул. Поэтому я сказала ребятам из своей команды, просто сделайте мне супер всратый сайт, самый упоротый сайт, который когда-либо видели в программе курса. И было написано, что можно забрать место, оставив предоплату в 4000 рублей и что есть рамок максимально простой. И этот сайт... Бобрал.